так друзья мы снова вместе кто-то еще на кухне а большинство уже тут так сейчас я посмотрю сколько тут нас кто кто-то с нами не всегда приятно когда появляется новая фамилия мне незнакомые тоня привет вы теперь моя самая любимая ученица и соратница вот уж я постараюсь так знаете вот то что вы видели эту банку да там вишни вот рядом с этими вишнями росли черешни это кстати мы уже беседуем всерьез вот черешни еще вишни с генами черешни еще вишни южная украинские то есть они так близко друг от друга ну буквально крона у них как одна общая и вот то что вы видели эту банку а кстати я не успел еще убрать холодильник ну что это ваша моя милая ученица и соратница половина этой банки ваша я потом ее распотрошу большое это самое как у нас так какие-то вы знаете это будет не сейчас быть большинство же продолжает спать не все взошли а так единица с нетерпешных которые вот я надеюсь что это она будет отдельно там будет вас на каком-то какой-то контейнере на нем будет написано вишня которая пролежала 13 месяцев холодильнике таком виде то мне от вас понадобится уже пополовину адам сергей наверное пусть вишни выращит мы давно не выращивали вишни думали никому не надо половина сергей адам половина баб и у вас когда взойдет все конечно не зайдут вот но должны быть скоро суши там зашла а сам это просто спит и раз несколько взошло а потом когда дети это вырастет но уже вишневый сад ну это то уже вообще ничем не убьешь никакими морозами даже если будут гены черешни или к культурных вишен это все-таки два родителя вот это это уже ваши дети уже никогда не разочаруются я все переживаю что-то не взойдет где-то мыши накинутся на эти же косточки вот то есть мы должны быть обречены на успех понятно да вот я сейчас посмотрел вашу фамилию вот антонина скугарева и об этом доложил так ну виноградов тот всегда на месте так карелия господи карелия для меня всегда была это земля необитованная именно не обитовано нет никакая земля обитована это наоборот ирина ярус татьяна ярус первый раз слышу ольга невзорова ирина да ну что вторая гвардия на месте но несколько по мере свежих есть так поехали здравия желаю вы против привычных секаторов или польза всех странах снг вы считаете себя умнее всех что-то дальше будет люди привычных секаторов привает саженцы питомниках и они выживают и плодоносят а я по вашему дурак но я был кемерой там местные питомники привают саженцы яблони за столом я им помогал привать но пользовался секатором привычным и уже третий год живут яблони привиты секатором моим я не против вас но я против тупости считаю себя лучше других и пытается взять светочку зрения их павел павел вы смотрите мне только что повторяться приходится а почему я в том что сейчас я схожу у меня знаете как на когда заложил нос это тоже учеба на кухне за этим за полотенцем у меня значит взяли и сказали а берешь соленую воду морду туда пускаешь вдыхаешь в носоглотку в соленую воду и пройдет она прошла то есть исчезла это что называется забитость или как потекло сейчас это лечение сейчас секундочку так ну что очень злое письмо но интересно главное было бы пользу я такие письма не обижаюсь потому что у человека и допустим я есть определенное мнение он обязан высказать и даже немножко покритиковать своего оппонента смотрите вы как хорошо спасибо вам и так и так и так а вот он доприки плодовых деревьев реклама смотрите внимательно и так каждый раз когда они это делают они это делают для того чтобы облегчить людям работу и заработать денег давайте поищем те самые значит смотрите мне нужно чтобы сразу было много фотографий это очень важно ой сколько их действительно весь мир только я надеюсь закончится тем что вам не придет в голову я сейчас все что попадется смотрите это вы должны знать вот тут наверное вы новый чек там и сразу с критикой это здорово мне побольше таких надо критикана смотрите он делать прививку видите где у него палец он начинает с того что чек абсолютно не не знаком ни с какой это самое как-то назвать не знаком с самой генетики с геномом дерево на такой высоте прививает так вот это все теперь попробуйте удержать это все без дополнительных опор это страшная вещь это ладно это просто походу вот мне нужно сейчас пока я вижу вот это вот мне нужно побольше сейчас мы в другом месте найдем вот то что вы видите вот была сделана прививка да вот эта светлая часть это так называемый калус она прижилась но этот калус говорит о том чтобы не было плотного сращения и она играет такую же роль я вам сейчас объясню вам понравится вам объяснение или нет есть такой например аппарат лизарова у людей мы у нас мы с ним одной крови с деревни у нас генетика одинаковая все одинаковое значит он придумал он стал гением потому что он спас тысячу людей от тяжелейших увечий как он делал это значит перелом ноги значит срастание шло так что появляется то что здесь вы видите как калус а там появляется костная ткань искусственная и с помощью этой костной ткани можно вот эту вот щель назовем это трещину кости зарастить вот потом аппарат потому что можно было продолжать это до бесконечности вращивание людям даже ноги удлиняли это тем кто хотел у коротышка вот все это так и такое свойство используется но дело в том что одно дело человек в тепле живет даже там у него это ноги нога где-то вышел на улицу за начинает холодить мерзнуть это факт спросите у любого кто из тысяч кто носил аппарат на ноге временно или постоянно ну надеюсь временно то есть проходит время значит нога удлинилась это закостенела костная ткань наросла стала настоящей но тем не менее это нога продолжать мерзнуть а но это ладно человеку на тепле а вот это на морозе никогда костная ткань никуда видите оговорился но попроеду та самая костная ткань у человека калус который у деревьев она не обладает необходимой морозостойкостью вот это место вот это вот вот который крошка вина они квасаются как результатом это самое слабое место дерево с этого момента дерево калека такая же как вот человек который этот аппарат резарова носил ему присылается группа инвалидности потом могут уменьшить эту группу но извините инвалиды на всю жизнь все равно после такого перелома знаете перелом весь раз помните название вот вот если как птина комедия у тебя там открытый перелом вот эти открытый перелом напоминает вот это вот никогда это место никогда не будет иметь морозостойкость которая чуть выше то есть там где называем подвоем и даже где привой самое слабое место в дереве оно очень слабое мне сейчас если вам это недостаточно мне сейчас от вас на другое я надеюсь найду в другом месте я тогда целый фильм снял но у меня было знаете что под рукой такое подспорье капитальнейшее было вот дело в том что они взяли пять лет показывали эти но найти бы найти бы или в следующий раз вам показать вот видите покупать не покупать ну естественно покупать людям же надо продать сейчас 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 может быть найдем тему как работает нас интересует мне надо результат привозим что такое как привозить растение ой какая была это я тогда так над ними наизгалялся это было такие эти самые они назвали знаете как ну сейчас я не найду давайте я попробую на следующего раза поищу и или фильм нам фильм еще труднее найти будет а потому что там было как и так пять лет победители конкурса покупатели ножей которым еще и какие-то там подарки вручали и вот эти вот фотографии которые победитель писали это было такие уроды да я допустим не собираю не могу и не как не смогу вот это вот отрицать то что где вы сейчас где у меня сейчас 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 вот в этом самом а вот тут вот я не могу отрицать то что вы считаете например что третий год яблоней живут вот вопрос проживут ли они 30 лет они они два года вот эти секаторы дают абсолютно толстую несращенную до конца калус вот это вот на каждом это вопиет я просто хочу сказать что вы павел пока ну вы предупреждены потому что у вас есть опыт но настолько ограничен что пока считать равноценно что вот допустим сейчас нас слышат там 46 человек потом еще 500 потом еще и я всем хочу сказать не покупайте нож если вы верите мне или допустим как сказать осередитесь этого потому что годы пройдут и вы увидите что вот это сращивание она абсолютно не годится но сейчас получается что меня под рукой нет быть на эти как сказать их продано наверное уже не один миллион по стране а садов но как не было так и нет вот вот чем беда то а жалко что это антон валерьевич софронов не кемера а в этом живет на новокузнецке в общем что получается я по-прежнему остался при сомнении ваш вариант ваш ответ он односторонен вот потому что это надо было видеть тот фильм я поищу у меня есть там тысячи я бывает что не могу даже найти то что сам делал и там же в этом фильме же будет реклама я смогу тогда найти эти фотографии ублюдочные ведь как будто специально снято несколько десятков фотографий и когда они названы победителями а сами те продавцы они для они размещать фотографии они не верят что это крайне степени уродства павел поверьте мне то что на фотографиях рекламодатели крайне степень уродства но пока это вот как вы сказали что ура все прекрасно вот и а также давайте теперь еще мы сделаем я я всегда иду до конца вот вы можете меня считать там неполноценным как сказать советчикам может быть даже вредителям какой-то степени хотя я же не рекламирую другие секаторы чтобы так сказать пику я просто хочу сказать сейчас мне нужно от вас информацию о местном питомнике достаточно одного названия темерово их несколько вот именно в местном питомнике вы сидели за столом вы название знаете если вы на этот вопрос не ответите ну допустим раз проходит время у меня есть электронный адрес у меня есть гостевая книга вы мне присылаете информацию я готовлю эту тему к следующему разу кто если ответ от вас не будет вот нет вот все тишина значит что то тут не то вот эти секаторы они чем хороши это гениальная вещь чтобы вот такую штуку сделать меня застрелили я никогда бы эту конструкцию я хоть инженер но это мне не по зубам сделать такой и при этом он мнет не не режет а мнет и ничего с этим поделать невозможно причем все кто я видел раньше это я так ну быстренько сейчас раз а на самом деле там они все-таки размещают фотографии и я их видел и мне же вы не первый апреля десятый кто со мной взялся спорить и также присылали именно рекламу или большинство нет просто консерв к этому относитесь посмотрите может все таки я вы закажу секатор и открываю и вижу опять каус толщиной несколько миллиметров я вижу тихий ужас я вижу места прививки дебильные места там я все это раскритиковал а сейчас мне нужно что кемера название питомник я захожу туда и раз это питомник значит у них есть реклама у них есть фотографии этих же самых саженцев у них и взрослый сад для меня самое главное увидеть взрослый сад почему потому что когда я вот сейчас занимался тем что искал мне присылают письмо а там вот это я не рекламодатель я просто я там была войны у них в этом самом микроклоне в этом был раскрученным я была там там у них так все замечательно захожу туда же сайт нету взрослого сада вообще нету а он им не нужен они же берут этот кусок ветки пульпу превратили питательный раствор от каждой почки от многих почек пошли корешки вершки и вот эти вот овечки доли совершенно не не жизнеспособные вот вижу и там же сады наших друзей а там малина еще чё-то а садов то нету они же их штампуют сотнями тысяч и никто не может это прервать и вот эти вот секаторы вот сейчас мы видели рекламу они тоже сотнями тысяч миллионами штампуют не вырастет любой человек он должен взять руки с этот самый это мой закачание разговор должен взять руки привычный нож тогда что-то вырастет а с этого секатора никогда вроде бы и растет но калус такой толщины что видно что они только до первого мороза а вспомните эту зиму что творилось оказалось сибирь не самое холодное место ужас так что вы пишите они против вас на я против тупости считать себя лучше других но несет то что это по я уже знаю давно так